Всем большой привет! Сегодня прекрасная солнечная погода, прекрасный денёк. Хочу сразу всем сказать по поводу вчерашнего дня рождения Вадима. Два выпуска подряд у нас получилось так, что день рождения Вадюшки в прошлом выпуске и в этом выпуске. Всем ещё раз огромное-огромное спасибо за поздравления. Праздник получился насыщенным, дети остались довольны. Да что дети, да взрослые, у меня восторг. Просто мы все принимали участие, практически все родители. Я думаю, что этот день рождения получился, знаете, такой необычный. То есть вот этот квест, который они проходили, вот эти задания. Два с половиной часа шёл весь праздник, то есть сами аниматоры два с половиной часа занимались с детьми. Собственно, наверное, если бы я не снимала, мы бы просто сидели, а они бы там что-то делали. Вот, поэтому спасибо всем за поздравления, все остались довольны. Вот, сегодня начинается новый рабочий денёк. Вадим уже в школе, Ксюша в садике, муж на работе. Я приехала в магазин, мне надо подкупить продуктов, потому что... Я не знаю, как так получилось, представляете, в день рождения вот всего хватило. Я так переживала, что не хватит там закусок, ещё что-то. Всего хватило, пиццы было ровное количество, там даже две пиццы мы забрали домой. Вот, а в холодильнике у меня пусто, поэтому сегодня на ужин, я думаю, куплю какое-нибудь мясо или курочку. Ещё сейчас подумаю, я приехала на рынок. Вот, поэтому буду делать такую закупочку, наверное, на сегодня. Я думаю, что даже сделаю закупку на несколько дней вперёд. Вот, как обычно, я забыла достать мясо, разморозить, поэтому что-то из мясного мне придётся сейчас купить. Но ничего страшного, в морозилке просто, если лежит мясо, я обычно люблю с вечера достать, чтобы утром уже разморозилось. Вот, в общем, отправляюсь за продуктами. Собственно, закупка у меня сегодня небольшая, сейчас расскажу, почему. Значит, купила я свинину на косточке, это шейка, она будет посочнее. Я взяла уже вот такие разрубленные кусочки, и сейчас буду делать из них такие, как мини-отбивные. Сейчас срежу вот эту часть, сделаю специи, соль, специи, потом ещё приправа, и разрежу, и уберу духовку. Духовку я уже поставила разогревать. Ещё взяли колбаски на завтрак, на бутербродик, может быть, на... Что это ещё хотел сказать? На что ещё мы колбаску используем? А, на яичницу. Помидоры, огурцы, помидоры взяла огурцы есть, и мужу хотел крылышки копчёные, взяли крылышки, и сыр. В общем, будет как-то типа наподобие мяса по-французски. То есть я нарежу сюда, может быть, помидорку положу, что там ещё нужно? Сыр, сырную шапочку сверху, и запеку это всё в духовке. Что хотела рассказать по поводу, почему я не купила продукты. Как вы знаете, я за продуктами езжу в Ашан, Перекрёсток и так далее. В общем, созвонились с мужем, решили поехать в Ашан. Я говорю, поехали в торговый центр за продуктами, вот куда? Вот туда поехали. В общем, пока он забрал Ксюшу с садика, пока я забрала Вадюшу из школы, поделали немножко уроки, муж приехал, мы поехали в торговый центр. И что вы думаете, там эвакуация. Я говорю, ну поехали в другой торговый центр. Поехали. Приезжаем туда, и что вы думаете, там тоже эвакуация. Представляете? Чтобы вы понимали, это эвакуация у нас уже три дня. Три дня у нас, прям три дня подряд эвакуируют торговые центры по всему городу. То есть сегодня, по-моему, два эвакуировали торгового центра, Оранжевый и Ситимол. А вчера это был Триумф, Тау-галерея и так далее. То есть по всему городу эвакуируют. Конечно, я ничего не говорю, это очень опасно. Если эвакуация срабатывает, это не учебная тревога, то обязательно нужно немедленно покинать помещение. Ну, собственно, вы там ничего и не купите. Потому что кассы не работают, магазины все закрываются. Просто не понимаю, почему три дня подряд закрывают торговые центры. Мы в коем-то веке решили выехать в магазин. То есть не каждый день мы выезжаем. И торговые центры не работают. Просто прелесть. Ну вот, поэтому нам пришлось приехать в обычный магазин за продуктом. Я еще говорю, знаете, что хорошо, что мы, мужу говорю, хорошо, что мы приехали и еще ничего не купили. У нас была такая ситуация, по-моему, летом. Мы приехали в торговый центр, в Ашан. Набрали целую тележку продуктов. Мы ходили там 40 минут. И уже, подходя к кассе, срабатывает эвакуация. И мы, конечно же, эту тележку оставили в магазине и быстрее-быстрее на выход. Вот. Поэтому я говорю, хорошо, что мы чуть раньше не приехали. Так что вот такие дела. Вадюшка там делает уроки. Я, в общем, готовлю ужин. На гарнир я сделаю картошку. Не знаю, может быть запеченую, может быть жареную. Запеченую, наверное. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» А Вадюшке на день рождения подарили вот такой пазл. Это Кристина, по-моему, с Гришей, с Артемом, с Кириллом подарила. Ой, смотри, Вадюшка, не теряй. В общем, это пазл. Смотрите, тут такие мелкие-мелкие детальки. Очень сложно. Но это очень полезно. Да, куала, точно. И, в общем, нужно собрать. Вот сейчас Вадик доделает уроки и будет собирать. Я нашел детальку, и Ксюша тут берет и риску. Ну, ничего страшного. Тут одна деталька. Сейчас вместе можно. Кстати, это не только для детей, но и для родителей. Очень интересно. Мы к Кристине с Артемом приезжали, когда в гости. Мы тоже собирали. Очень сложно. Помнишь? Планету, что-то животное. Помнишь, там планеты, животные. Мы такие, помнишь, там искали. Да, мы час, наверное, сидели, собирали. В общем, на скорость. Классная идея. И, кстати, это еще идея для подарка на Новый год. Надо узнать у Кристины, где она их купила. Но мне кажется, они на Валберсе везде продаются. Ну, классная игрушка. Главное, пакетик все убирать, чтобы не потерять. Я хочу вам сказать, смотрите, тут есть и слон, и жираф, животные. Да, получается, здесь вот животные. Вот смотри, олень, лошадь, коза. Это не олена. Орел, кошка. Слушай, точно. В общем, классный подарок, да? Спасибо, скажи, Кристиночке. Спасибо, Кристиночка. Очень классный подарок. Ну, это не только Кристина, и Кристина, и Артем, и Гриша, и Кирюш. Там вот очень классные точилки, кстати, хорошо точил. Кристина еще точилочки подарила, да? Я просто не видела. А я вот, смотри, уже нашла оленя. Мама, молодец. Ну, как где-то он... Это лось. А, лось, лось, лось. Да, вот, вот так. Вот еще барашек. Еще зайчик барашек. Ну, ладно, пошли доделать уроки. Собирай, надо Робби запустить, пускай дальше убирается. Ехай, Робби. Давай, Робби, дани. Так, Вадюшка, тут делать уроки, сейчас лампу принесу. Мам, вот. Скажи, а что тут? Я не понял. Подбери и напиши однокоренные слова с парными согласными в середине слова. Ну, сейчас разберемся. А вы в классе это делали уже? Нет. А тебе надо вот все вот это... А может, мам, я понял, наверное, вот там ЧКЧН, там КЖ, там вот эти вот, наверное. Ксень, закрой дверь. А вот Ксюша принесла как пазл. Так, ладно, все, садись, уроки делать, а потом будете собирать уже свою панду, сынушка. Давай, садись ровненько. А тут не так. Видишь, тут слона нету. Тут нету в основном этих животных. А там они есть. Ну, да. Покажем, давай, еще раз. Вот так называется этот деревянный арт-пазл. 161. 161 деревянный элемент. Вот, еще там есть рамка основа. Напиши, собери всю коллекцию. Размер 30 на 20. Это, наверное, может быть, им все фикс прайс, они продаются, нет? 6 плюс написано. Вот какие есть, видишь, зайчики, бандочки, петушок, лошадка. Лошадка. О! Вот такой, по-моему, у Кристины с Кириллом. Да. Нет, по-моему, у них вот такой. Ну, я не помню. Мясо отправила я уже в духовку. Такой аромат стоит. И надо, кстати, немножко убавить газ, чтобы мясо не подгорело. Сначала я ее разогрела на максимум, а теперь немножко убавляю огонь. Мясо немножко поджарилось, и я его переворачиваю. Так, смотрю, как хорошо поджарилось. Так, сворачиваем. И отправляем еще в духовку. Ну что, мясо уже готово. Осталось прям немного его дожарить. И я достала, чтобы выложить все ингредиенты по порядку. Кстати, пока не забыла, хотела показать, как я запекаю картошку. Я кладу в тефалевскую сковороду. У меня вот такая ручка, она отстегивается. Так, и обязательно накрываю фольгой, чтобы она пропеклась. Так, надо, кстати, проверить. Сейчас покажу, что я делаю дальше. О, картошка почти готова. Так, теперь мы ее делаем вот так. Оп-оп-оп. Смотрите, какая прелесть, как в ресторане получается. Так, чтобы получился такой картофель, что нужно сделать? Посолить, поперчить, если вы любите специи. Сделать, что еще нужно? Я добавила прям немножечко паприки, чтобы картофель поменял цвет. Накрываем фольгой. И отправляем к нашему мясу. Опа! Отстегиваем. И закрываем. А мясо я уже отправила тоже в духовку. Все, прелесть. Все, ужин готов. Зову ребятишек. И мы уже все, садимся кушать. Получилось очень хорошее мясо. Смотрите, я вот разрезала детям пополам мясо по-французски. Все хорошо прожарилось. Я уже кусочек попробовала. Это нереально вкусно. И, кстати, про картошку. Вот очень даже хорошая идея запекать ее в сковородке, но в духовке. Запекается она со всех сторон. И получается, как картошка по-деревенски. И еще сейчас, кто захочет, я еще полью сверху сливками. Кстати, можно было это туда добавить, сливки. Вот, еще сделала салатик. Обычные помидоры, огурцы, лук. Немножко сыра осталось. Сыр туда добавила. Все, зову всех кушать. И все, кто кушает, желаем вам, конечно же, приятного аппетита. Я, конечно же, не съела такой кусок. Отрежу немножко себе, потому что кусочки слишком большие. Все, зову всех кушать. Я вкушу. Вкусно? Вкусное мяско получешь? Я вообще нужно привозить сначала. К чему? К мясу? Сначала не очень вкусно. А вот ты попробовал? Угу. Вкусно получилось? Очень вкусно. Ну, картошка, правда, как бы картошка по-деревенски, да, как в KFC? Да. Да? Чего-то тебя лопаешь, он черный. А мы сидим, кстати, разговариваем про что, Ксюш, куда ты хочешь? На каток. На каток она хочет побыстрее. Вот мы ждем, когда откроют катки и поедем кататься. Да? Кстати, у нас вот в садике прям маленький лед. Да? Можно кататься? Мы на нем катаемся. А вы еще горку не заливали в садике? У-у-у. У нас там огромное много. А вы что, в школе горку залили? В садике мы заливали. А-а-а. В садике мы брали кучу, заливали водой. Картошка не трясет, а сейчас улетит. Понятно. Поужинали, Вадим уроки сделал и решили закончить сегодняшний вечер собиранием паззлов. Смотрите, дети сами собрали уже. Очень аккуратно надо. Вот они, мелкие детальки. Кажется, да, так легко все, а на самом деле. Ни фига, нелегко. Пока что мама готовила, мы уже собрали. Да, пока я готовила, вот они, видите, тут прям мелкие-мелкие детальки. Вот что вы понимали. Ну что, продолжаем? Да, продолжаем. Смотрите, я вот просто взял, просто в руки и уже увидел форму. Все, я уже могу сказать. Молодец. Пазлы пособирали. И сейчас делаем домашнее задание по русскому языку у Ксюши. Буквки А, да. Блин, моргает у меня опять этот. Буквку А надо прописать. Заглавную и маленькую. Да? Умничка моя, занимайся, занимайся. Что, получается у тебя? Да. Старайся аккуратненько писать. Так. Молодец. Отлично. Очень хорошо, Ксюнь. Молодец. Ну что, чтобы вы понимали, дети легли спать, мы с мужем не можем никак успокоиться и решили собрать эту мозаику. Мы где-то минут сорок уже с этим собираем. Дай, покажи, выбери руку. Смотрите, какая прелесть. Но это очень сложно, правда. Такие мелкие детали. Кажется, так все просто на самом деле. Фигурки все похожи друг на друга. И это достаточно сложно. У нас уже есть подсказка. Мы собираем вот так. Смотрим, ага, глазик, рисунок. Но это очень увлекательно. Вообще, завтра на работу, да, папа? Угу. Но мы не можем остановиться. Ну что, мы это сделали? Смотрите, какая прелесть. Единственное, детки потеряли одну маленькую деталь. Я думаю, что завтра мы ее найдем. Она в детской где-то. А в целом, просто крутая штука. Мне очень понравилась. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...